Это что-то потрясающее. В этот момент я чувствую единение с собой и тем, чем занимаюсь. Все остальное не просто уходит на второй план, а как будто исчезает. Именно этими словами описывают люди состояние, когда мы увлечены чем-то так, что чувствуем удовлетворенность и счастье от деятельности, которой занимаемся. Мы уверены, что некоторые из вас проходили через то, когда во время какой-либо работы или действия забывали про время, про чувство усталости и были полностью сосредоточены на том, что делают. Или, например, во время занятия каким-то спортом. Те из вас, кто играл в футбол, скорее всего, во время игры думали только об игре, следили за мячом и за игроками на поле, забыв обо всем другом. Это состояние называется состоянием потока или оптимального переживания. И именно про это состояние и написал книгу Михай Чик Сант-Михайя, один из самых известных и признанных психологов во всем мире. Именно способность вызывать это состояние во время деятельности и есть самый важный фактор быть счастливым и жить успешной и продуктивной жизнью. Ну и для того, чтобы разобраться, как вызывать состояние потока, для начала нам нужно понять, как работает наше сознание и как оно влияет на чувство счастья. Одной из главных идей в книге является то, что наше умение направлять внимание и наше восприятие происходящих в нашей жизни вещей сильно влияют на чувство счастья. Внимание – это не что иное, как психическая энергия, потому что именно благодаря ей мы определяем, что появится в нашем сознании, а также она участвует в обдумывании и принятии решения. А если это энергия, то значит, мы ее расходуем. И то, как мы ее расходуем и на чем ее фокусируем, и есть один из важнейших факторов удовлетворенности в жизни. То есть направление внимания на каком-то определенном аспекте и умение данный аспект воспринимать в позитивном ключе – очень важные составляющие этого потока. Например, представьте себе двух человек, которых уволили с работы, потому что они попали под сокращение. Первый из них будет думать, что компания поступила с ним несправедливо, и что все эти компании как одно могут выбросить хорошего работника, но и никто не ценит усердный труд. И сейчас, когда он будет искать новую работу, он в любом случае ни в коем разе не будет работать усердно. Зачем, если в этом нет смысла? Второй же акцентирует внимание на том, что это сигнал. Что если выбрали его для сокращения, значит, в компании нашли людей более нужных. Значит, в любом случае надо проанализировать свою деятельность и найти моменты, которые можно исправить и улучшить при работе на новом месте. И этот человек будет смотреть на случившееся, как на вызов стать лучше. Условия, возможности и причины в обоих примерах одинаковые, но то, как вы воспринимаете ситуацию, и есть огромная разница между умением извлекать позитивные моменты и умением использовать это для себя. Как мы уже говорили в двух наших предыдущих видео «Человек в поисках смысла и сила момента сейчас» — счастье — это вовсе не то, что с нами случается. Это не результат везения или счастливой случайности. Его нельзя купить за деньги или добиться силой. Оно зависит не от происходящих вокруг событий, а от нашей их интерпретации. Счастье — это состояние, к которому каждый должен готовиться, растить его и хранить внутри себя. Люди, научившиеся контролировать свои переживания и создавать условия для потока, смогут сами влиять на качество своей жизни. Так как же достичь состояния потока, спросите вы? Есть пять составляющих состояния оптимального переживания. Для легкого понимания мы объясним каждый из них на примере компьютерных игр. Потому что именно там, по нашему мнению, очень эффективно использовали эти составляющие, чтобы мы попадали в состояние потока и держались в нем как можно дольше. Только нам нужно использовать эти шаги для того, чтобы мы улучшили нашу реальную жизнь. Первое правило — у вас должна быть четкая большая цель, которая разделена на такие же четкие подцели, которые также разделены на более мелкие задачи. В играх у нас есть одна большая цель. Чаще всего это победить злодея, стать самым лучшим, выиграть трофей, ну и так далее. Но чтобы достигнуть этой цели, нам нужно закрывать уровни, в каждой из которых есть своя цель, и по дороге к этой цели мы должны решать еще более мелкие задачи. Таким образом, мы все время видим перед собой знак, к которому должны двигаться. Тот же подход вы можете использовать и в жизни. Поставьте перед собой важную цель, в которую вы верите. Разделите ее на четкие уровни, для достижения которого вам нужно выполнять ряд задач. Каждая из этих задач должна быть досягаемой настолько, насколько вам хватит энтузиазма. Например, у меня есть четкая финансовая цель, она разделена на четыре подцели, каждая из которых также разбита на задачи, и переключаясь с одной подцели на другую, я просто, ну, меняю игру, в которую играю. Второе правило. Нужно найти способ измерения собственного прогресса в пути к цели. Почти что во всех играх ваш герой имеет уровни развития, ссылаясь на которые мы понимаем, насколько наш герой крут. Становясь уровнем выше, мы понимаем, что стали еще сильнее и цель стала еще ближе. Точно так же нужно уметь определить способ измерения вашего прогресса в поставленной цели. Это может быть уровень вашего дохода или количество проданных товаров в течение дня, если вы занимаетесь бизнесом в сфере торговли, например. Одним словом, ваш прогресс должен быть измеряем, а не просто ваше или чье-то субъективное мнение. Ничто не показывает результат лучше цифр, так что, так сказать, оцифровывайте ваше достижение. Но это касается ваших крупных целей. А как в таком случае быть с более мелкими задачами? Для того, чтобы получить обратную связь в решении задач, выберите несколько людей, которые уважают вас настолько, чтобы давать обратную связь. Расскажите им подробно, какие у вас задачи, какие четкие этапы есть в вашем плане. Попросите этих людей выделять вам по полчаса времени в неделю, чтобы вы смогли рассказать о ваших успехах и просите их всегда давать вам честную обратную связь. Каждая такая встреча будет приносить вам радость от понимания того, сколько вы сделали за неделю и куда вам нужно двигаться дальше. Третье правило. Сохранение предельной концентрации на деятельности. Здесь основным фактором является умение направить энергию внимания на задачу, над которой вы работаете. Например, в начале почти всех игр есть музыка, которая настраивает вас на игру и заставляет зайти в поток. Во многих играх-стратегиях эта музыка есть даже и во время самой игры. То же самое мы можем использовать для вхождения в поток во время занятий в реальной жизни. Многие из нас и так это делают. Например, многие в тренажерных залах занимаются, слушая музыку. Для чего? Да потому что музыка настраивает нас на поток. Или же некоторые в офисе работают также, слушая музыку. Цель у них та же – сфокусироваться на деятельности. Но для того, чтобы слушать музыку, которая поможет вам войти в состояние потока, нужно обратить внимание на две вещи. Первое. Эта музыка не должна вам сильно нравиться, потому что когда мы слушаем нашу любимую музыку, мы концентрируемся на самой музыке и начинаем наслаждаться ею, забыв про работу. Второе. Частота музыкальных звуков должна быть специально настроена для концентрации или креативности. Как мы знаем, у всех звуков, что мы слышим и даже не слышим, есть своя частота. В то же время в нашем мозге есть мозговые волны, и когда мы думаем или чувствуем что-то, нейроны в нашем мозге передают импульсы друг друга для коммуникации, и именно эти импульсы и создают эти волны. То есть для каждой нашей мысли, движения, чувства есть свои волны. И в конце прошлого века выяснилось, что звуковыми волнами можно влиять на волны в нашем мозге. Например, по мнению нобелевского лауреата сэра Франциско Крико, для концентрации волны в нашей голове должны быть на уровне 40 герц. И значит, чтобы мозг настроился на такие волны, мы должны слушать специальную музыку, созданную именно для того, чтобы помочь мозгу в этом деле. Тогда возникает вопрос, а где найти музыку, которая отвечает этим двум параметрам? Для этого есть много платных платформ, которые создают музыку специально, чтобы человек попал в поток. Линк на один из них, которым пользуется вся наша команда и которую мы вам советуем, мы оставили в описании к видео. Кому интересно, может перейти через линк и попробовать данную платформу. Четвертое правило. Совершенствование умений, необходимых для достижения поставленных целей. И связанное с ним пятое правило. Повышение сложности задач по мере роста ваших умений. Вспомните игры, которые вы играли. В самом начале у нас самая простая задача, потому что создатели понимают, что наших умений не хватит решать сложные вещи в игре. Нас потихоньку как бы обучают играть именно в эту игру, постепенно повышая уровень сложности, чтобы он соответствовал нашему умению и чтобы нам никогда не было скучно. Именно это один из важнейших аспектов. Задачи, которые мы ставим перед собой, должны немного превосходить наши умения и чтобы их достигнуть, мы должны совершенствоваться. Наверняка у каждого есть много знакомых и друзей, которые годами делают одно и то же на работе. Если вы обратили внимание, почти что все они несчастливы, потому что их работа не меняется и не становится более сложного уровня. Это очень важное правило и поэтому повторим данное правило для состояния потока еще раз. Ваше умение должно расти для достижения поставленных целей и задача должно становиться сложнее по мере роста ваших умений. Придерживаясь этих пяти правил, можно получить оптимальное переживание в любом деле, которым вы занимаетесь, будь это скучная работа в офисе или занятия спортом. Истинное наслаждение зависит не от того, что мы делаем, а от того, как мы это делаем. Если вам понравилось это видео, то подпишитесь на наш канал и поделитесь видео с близкими друзьями. Спасибо! Вконтакте есть группа для действующих и начинающих предпринимателей. Здесь вы найдете полезные фишки, сервисы и обучение. В статьях ответы на вопросы. Как быстро увеличить прибыль, автоматизировать процессы, запустить бизнес с нуля, сколько стоит платить за клиента, как развить партнерскую сеть, привлекать клиентов дешево и многое другое. Есть полезная рассылка и обзоры полезных сервисов, позволяющих экономить время и деньги. Подписывайтесь на группу и рассылку и будьте в курсе интересных бизнес решений. Ссылка в описании.